Это выездное заседание Думы проходит в залах недавно созданного музея-заповедника Владивостокская крепость. Именно здесь решили обсудить вопросы, связанные с будущим этого исторического памятника. На повестке дня некоторые итоги деятельности депутатской рабочей группы, а также вопрос о собственности объектов Владивостокской крепости. Будучи мэром, Виталий Веркиенко снялся аукционов по инициативе Домигорода. Все объекты, и слава богу, так бы они перешли в хозяйственный оборот и с непонятными последствиями. В течение двух лет Дума активно работала. Все были объекты актированы, мы выезжали на объекты, фиксировали состояние полностью. О развитии культурно-исторической туристической зоны Владивостокская крепость рассказал председатель Думы Владивостока Андрей Брик. Сегодня у крепости три собственника – Российская Федерация, Министерство обороны и город Владивосток. Объекты фортификационного комплекса по решению президента России будут в оперативном управлении музея-заповедника федерального значения «Владивостокская крепость». Сейчас идет процесс передачи всего имущественного фонда в эту организацию. Первого шага и взаимодействия ждут со стороны администрации города. Очень важный шаг на этом долгом пути, он сделан. Государство учредило субъект, который должен в конечном счете понести ответственность за все объекты крепости, которые будут туда переданы, и превратить их в полноценный настоящий современный музей. Эта крепость на мировом уровне опять заиграет, зазвучит. И все экспертное сообщество, которое в этот процесс подключено, они все идейные люди, они все профессионалы. Поэтому все складывается к тому, что этот объект скоро приобретет свой истинный смысл и значение. После обсуждений депутаты и представители различных сфер смогли воочию увидеть прошлое, настоящее и возможное будущее Владивостокской крепости. Экспозиция в визит-центре музея – это один из первых шагов на большом пути развития музея-заповедника и культурной жизни региона в целом. Главное, благодаря участию депутатов Городской думы Владивостока, удалось отстоять федеральную собственность от притязаний частных лиц. Теперь у крепости безусловного достояния города есть возможность стать настоящей жемчужиной и визитной карточкой дальневосточной столицы. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.